Слав, добрый день. Начнем, конечно, с позитивных эмоций и всего этого ажиотажа и антуража, сопутствующего всем, без исключения, в тренировках сборной. Но сегодня, пожалуй, такой апогей вот этой детской эйфории вокруг игроков. Насколько это заряжает или немножко отвлекает? И вообще реагируют ли на это игроки, когда внимают наставлением Черчесова на поле? Это приятно, конечно, то, что приходят ребята и вообще болельщики смотрят наши тренировки. Но это не отвлекает, потому что мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. И в тренировке это как в игре, иногда болельщиков не слышать, поэтому тут то же самое. Что касается мяча, вот на этом сборе команда уже работает с новыми мячами, которые будут на евро. Понятно, что отличия, наверное, минимальны, но всегда принято спрашивать об ощущениях игроков. Плюс на этом стадионе специально по наставлению Черчесова стригли газон, сделали траву на 3 см ниже. Как вот ощущается этот мяч по-игротски? Мяч как мяч, круглый, вот, и ничем не отличается. Газон, конечно, шикарный, погода тоже, все условия для тренировок и подготовки к предстоящим играм вообще фантастические. Поэтому все хорошо, готовимся, все в позитивном настроении. Ну, в общем, мяч круглый, поле ровное, да, получается? Ну, конечно, конечно. Слав, ты в прошлом матче дебютировал за сборную России. Скажи о своих эмоциях, ждешь ли в следующих матчах? Конечно, приятные эмоции, но самое главное то, что помог команде выполнить задачу в таком важном матче. И это самое главное. Впереди еще более важный матч, о чем говорит уже тренерский штаб, что между собой обсуждают футболисты. Ну, обсуждаем, конечно, предстоящего соперника и постараемся показать свой качественный футбол и заработать 3 очка в предстоящей игре. Просто победы будет недостаточной, чтобы выйти на первом месте, да, она должна быть с определенным счетом, насколько это реально, насколько это возможно. Об этом сейчас не думаем, мы просто готовимся к предстоящей игре и, опять же, повторюсь, самая главная 3 очка. Расскажи про конкуренцию в сборную, да, сейчас Фернандо скажется таким незаменимым футболистом на правом фланге. Говорят, что ты можешь сыграть слева, да, как у тебя с этой позицией, может быть, с тем самым что-то будет? Ну, конечно, справа, это моя позиция, комфортнее, но спокойно могу и слева сыграть, как уже было в играх за клуб, поэтому здесь никаких проблем, где тренер скажет, там, не сыграю. Все.